Неизвестна дружба бескорыстная, это значит любовь людей. Это второй аспект Бога, это люди. Если ты людей не принимаешь вокруг, принятие, вот девушка говорит, у нас разваливается семья. Отец с мужем ругается, то есть отец с отчим сыном ругается, я с мужем ругаюсь, он со мной ругается, мы все ругаемся. Это означает принятие. А как можно принять человека, если он насиленно тобой совершает? Невозможно. Поэтому надо понять секрет. Секрет заключается в том, что в каждом человеке есть божественное и есть человеческое. Если мы в нем божественное не замечаем, то тогда начинает через него действовать моя судьба очень сильно, а иногда невыносимо просто. Если я принимаю в нем божественное, думаю, это же мужская природа действует. То есть есть человеческое, да, это моя судьба. Вот какой мне муж положен, так он со мной будет себя вести. А в нем также есть еще чистота, которая ему не принадлежит. Вы скажете, да он не чистый человек, он такой давит постоянно. Но через мужчину действует через каждую божественная природа. Означает благородство, терпение, храбрость. Означает рассудительность, глубина, твердость, характер и так далее. Это божественная природа. Мужчина, он не может обладать всеми этими качествами. Это Бог обладает такими качествами. Как нам с Богом через мужчину контактировать? Надо видеть в нем вот чистоту вот эту все в человеке. Видеть это хорошее в нем. Но при этом понимать, что это Богу принадлежит, а не человеку. Иначе мы начинаем человеческое в нем, да, божествлять, а он просто человек. Ну то есть мы не отказываемся видеть Бога в человеке. Чистое, светлое надо видеть в человеке. Вот допустим, у вас вот девушка в очках, у вас чистоты много. Вы чистый человек. Это женская энергия чистоты. Она приносит счастье всем. Чистота приносит счастье. Надо это видеть. Учиться видеть. Когда я это вижу, вы другой становитесь. Вы сразу расслабляетесь, вам хорошо становится. И вы по-доброму ко мне начинаете относиться. А если я в вас вижу только плохое, тогда вы начинаете по-плохому ко мне относиться. Если корову кормить целлофанными пакетами, она выдает бензин. Не молоко. Вот. Ну то есть надо божественно учиться видеть друг друга. Это называется любить людей. То есть в человеке же есть недостатки, правда? Но мы ставим не на первое место. Главное вот это вот есть женская природа божественная. Каждая женщина несет в себе эту энергию божественной природы. Через каждую женщину действует Бог. Есть супруга Бога. Есть мать Бога. Это все женское начало такое божественное. И она дает каждой женщине вот эту энергию чистоты, нежности, красоты. Женщина может иметь это, может не иметь сейчас. Но если я верю в женщин, в женскую природу, то через них всегда мне начинает действовать такая сила. Всегда женщины хорошо ко мне относятся в этом случае. Понимаете? То есть человек может реально верить в женскую природу и получать счастье в своей жизни. Больше много счастья.